Борьба с коронавирусной инфекцией продолжается. Прошел уже почти год с той поры, как в республике был зафиксирован первый заразившийся. Сегодня медработники из красной зоны рассказали, каким был этот непростой период. 2020 год разделил жизнь людей на до и после. Красные зоны больниц до сих пор напоминают линию фронта. Врачи практически живут там. Подъем, завтрак, переодевание, обход, обед, а потом снова к больным. Если нужно, работают и ночью. Очень помогают студенты-волонтеры. Много пришло работать студентов с МИКФАКа. Очень большая помощь. Ребята вообще молодцы. Они быстро схватили вот эти все нюансы, быстро приспособились, не отстранились. Как можно было бы сказать, что студенты обычно боятся, здесь страха не было. То есть они так, все, скажите нам, что делать, научите нас. То есть они учились вместе с нами. Большая ответственность легла на плечи работников родильных домов. Будущих мам с диагнозом COVID-19 лечат с особой осторожностью. Ведь опасность подстерегает не только матерей, но и их детей. Практически постоянное суточное мониторирование детей и мам школ. И то есть нужно было поймать тот момент, если ребенок вдруг испытывает какую-то гипоксинь. Ведь мамы точно такие же. Также находились на респираторной поддержке. Мы постоянно должны отслеживать, чтобы не пропустить, чтобы вовремя прооперемость ребенок остался жив. И чтобы мамы причем не пострадали. Эти люди не любят говорить о себе. Единственное, чего они сейчас хотят, это победить пандемию. Сделать это можно только при помощи всеобщей вакцинации. Все хотят вернуться в мирную жизнь, чтобы не было этой красной зоны. И для этого мы должны все сделать. А у нас есть эта вакцина, которой мы можем воспользоваться. Я думаю, что нужно обязательно всем привиться, подумать об этом, о своих родственниках, о своих родных. Чтобы все были живы и здоровы. Сделать прививку может любой желающий, обратившись в больницу по месту жительства или записавшись по номеру 122. Также можно записаться и через госуслуги. Ольга Семенова, Алексей Зотиков, Бахтияр Велиев, Республика.